и всем привет меня зовут ритц и сегодня поиграем в игру под названием очень интересным грибной оазис грибной оазис как оказалось бы о чем вообще принципе может быть такая игра да мы пойдем в лес по грибы нет на самом деле нет дело в том что наш питомец именно кот потерялся как раз таки в этом лесу видимо и нам нужно будет сходить за ним сходить за ним и найти его вернуть обратно домой но что же может пойти не так правильно что же может пойти не так в этом лесу грибном лесу наверное не знаю насколько он грибной конечно название название и вот эта менюшка конечно ни о чем не говорят если честно о чем принципе игра будет так что я вам надеюсь двух словах объяснил доходчиво так но перед началом видео напоминаю о том что в описании есть много полезных ссылок вы можете кликнуть посмотреть на мои социальные сети подписаться также если вы хотите также можно поддержать материально через донат тоже есть там ссылка самое первое за что большое спасибо и в принципе можем начинать в поисках кота пойдем заберем своего кота обратно как меня зовут меня зовут ритсу я уже говорил как зовут моего питомца у меня есть кот у меня есть куда правда в лес никого не убегает просто рядом с моим домом где же вообще принципе леса нет никакого но его зовут марс марсель а его зовут и последний у тебя кот или кошка у меня кот я кот как-то давно его не видно марсель сам обычный домашний код на словно проворный дикий зверь она норовит проскользнуть дверь когда-то открыто но это на самом деле неправда что мой кода просто как только дверь открывается он просто не знаю бежит в обратную сторону от нее он боится боится когда кто-то домой заходит или дверь открыт допустим видимо для этого комочка шерсти вольера игрушек было недостаточно оставалась надежда что он прибежит если я положу немного еды у крыльца но слушай конечно мне кажется так тоже не работает прошло три дня на марсель так и не вернулся у меня уже не осталось идеи ничего не сработало соседние искали ничего дельного плаката пропал код тоже ничего не помогли к сожалению все мои усилия были напрасны дневные поиски пришлось вложить из-за работы и только вечером оставалось время чтобы ходить по улицам и выкрикивать его ими надеюсь на удачу осталось последнее место в котором как мне кажется я смогу его найти лес рядом с моим домом прямо через дорогу однажды мне удалось заметить как он и щелка зубами от волнения высматривает через окно птицы бела бегающих по участку щелкая зубами он так может вообще как мне кажется вот странный кота стал щелкает зубами у тебя ничего себе такой пирас вижу у меня кот ничем не щелкает это импостер какой-то это не мой код однако лично не никогда не нравилось выбираться на природу по правде даже мысли о том чтобы зайти в лес пугали меня на самом деле смотря какой лес смотря какой лес я бы тоже на самом деле не стал по не стал ходить какой-то непонятный лес сообщи мало что может быть тем более вечером тем более вечером и в принципе днем вообще в лес конечно опасно ходить знаете в наше время очень опасно ходить но на самом деле я люблю природу я вот лично люблю природу и всякие то не знаю я люблю выбираться на свежий воздух это полезно это полезно если бы не было так опасно конечно к сожалению но теперь это моя обязанность нужно хотя бы попытаться в первые же выходные все было готово немного воды любимые лакомства и кота и компы чтобы не потеряться нифига ты прям снарядился я не знаю в поход не ну правильно конечно правильно молодец даже не знаю с чего начать поиск мне пришлось отправиться чаще и просто идти по прямой выкрикиваю имя через каждую пару шагов конечно же мне не потребовалось много времени чтобы очутиться не пойми где ну все начинается начинается дружище и почему это показалось хорошей идеей среди окружающих деревьев было трудно сориентироваться однако мне не хотелось признавать что я не знаю как вернуться домой по крайней мере сейчас я лишь причуриваю глаза и внимательно посматриваюсь в компас наблюдая за медленно вращающейся стрелкой кажется мне он должен работать иначе неужели первый же поход за тест мне попался сломанный компас вот такая у меня удача вот на самом деле могу могу прям прекрасно понять меня тоже по жизни к сожалению в подобных вещах абсолютно не везет грубо говоря ни в кое потом подкинуть монетку мне не везет там короче печально печально знаете единственное что украшало моей безопасности моя собственная некомпетентность но я тут же мотаю головой не не-не-не нет времени для негатива без негатива только без негатива марсель сейчас где-то там глушим бедняжки наверное холодно страшно и голодно но он все-таки дикий дикий зверь понимаешь коты они дикие по своей натуре как бы у них инстинкты мне кажется он не пропадет за три дня там мне нужно продолжать идти тем более если человек может прожить три дня без еды то кот мне кажется и подавно он там чуть найдет погрызет там не знаю чем придумает прошло уже несколько часов я не знаю где я и даже не знаю зачем вообще продолжаю эти поиски следы наугад почему это показалось не хорошей идеей голод уже давно порезал мой желудок за все это время меня не было ни завтрака не обеда духота и жара полуденного солнца были невыносимы даже прохладный ветерок ничуть не успокаивал меня придача даже не знаю в каком направлении может быть мой дом так что назад мне не вернуться что люди вообще делают в ситуациях я знаю сейчас нет времени для беспочвенного оптимизма найти дальше найти дальше для меня кажется единственной верной мысль на данный момент наверняка я наткнусь на что-нибудь знакомым по пути иди дальше стараюсь избегать корней деревьев приплетающихся состной подстилкой безуспешно слабо зала я себе знать и наступающих сумерках кроссовок споткнулся а бугаристую местность мая стопа коснулась какой-то мягкой выступающей земли поверхности ай тут же и от потери баланса руки руки сами разошлись в стороны а ноги неуклюже попытались найти опору пока меня нет шатнул назад моими неловкими движениями что грибочки очисток фиолетово почему все так фиолетово стало внезапно мой ботинок приземлился на грибной круг от удары из грозди вырвалось тонкое облако фу а это фу это ядовитый какой-то гриб пришлось уткнуться в ног носом в лоб и чтобы не вдохнуть его я хоть убей не смогу отличить один из дерева другого но не нужно быть экспертом чтобы понять люди не должны вдыхать эти поры чем бы они ни были черт возьми воздухе продолжало сильно пахнуть белым деревом и влажной грязью даже когда вещество улетучилось и что-то блестящее быстро привлекло мое внимание судорожных попытках отдышаться на наклоняюсь за вещью марсель это его ошейник да да не знаю не знаю мне кажется ошейники знает это совать какую-то собачий удел я может быть на какой-то россий по отношению к собакам вы не знаю мне кажется так так появилось что именно у собак эти ошейники а у кота мне кажется это конечно не то чтобы странно прям но непривычно по крайней мере для меня я бы не знаю я бы не стал своему коту ошейник давать тем более если он домашний ну тем ну я конечно живу не в доме допустим и он живет в доме и у него то можно просто выйти в лес куда убежать то возможно да то возможно мне кажется больше шансов Как раз таки сбежать, чем в каком-нибудь там, жилом доме, там, знаете, где, когда в квартире живёшь. Так что не знаю, на самом деле, поводу ошейника на коте. Не, ну, конечно, не самая плохая идея, типа, ничего там такого нет, но... Лично я не знаю, как я к этому отношусь. Покрыто какой-то дрянью, которую выпустили эти грибы. Я отчаянно глядываюсь по сторонам в поиск каких-либо признаков кота. Но это, на самом деле, уже такая, знаете, поднимается флаг красный, потому что кот сам по себе не снял бы ни за что ошейник. Если рядом крови нет, то есть, допустим, какое-то там, знаете, дикое животное там загрызло, да? Крови рядом нет, по идее, только вот это облако дыма, которое здесь было, да? И, скорее всего, кто-то его снял. Если бы его загрызли, то, скорее всего, тут была кровь и... Да, короче. Так что, мне кажется, это плохой знак, это плохой знак, бро. Надо готовиться к худшему. Марсель, Марсель! Сейчас мой кот прибежит, блин, я не знаю, не хочу его заманить сюда. Я просто видео записываю. Бро, иди сиди там на своем месте где-нибудь. Я закашливаю и вздыхаю оставшуюся пыль, летавшую в воздухе. Мне действительно не следует держаться подальше от этой штуки. Прихватив его ошейник и осторожно отступая, пытаясь выровнять свое дыхание. Даже на расстоянии запах все еще ощущается. Должно быть, он уже впитался в мои волосы и одежду. К моему разочарованию беглый осмотр лишь подтвердил всем подозрения. Тонкий, но обильный слой этого вещества покрывал мои рукава и джинсы. Прислонившись к дереву, я тщетно отряхиваю одежду в наивные попытки избавиться от пыли и запаха. Хотя на самом деле кажется, что я так лишь вдыхаю все больше частиц. Однако вместо затхлого запаха я вдруг ощущаю сладкий аромат. И вот мои легкие уже непроизвольно втягивают в себя все больше воздуха, чтобы лучше его распробовать. Нет, не надо, остановись, бро, остановись. Огурцы? Блин, запах огурцов на самом деле такой приятный, знаете. Вообще огурцы мои любимые, наверное, любимые, наверное, овощи. Огуречики. Вкусные, блин, зараза. Вкусные, они, знаете, такие прям сочные, знаете, когда очень свежие, только там с огорода, знаете, с теплицы. Огурец прям, кайф. Сочный, сочный огурчик. Теперь вещество и сначала запах свежих огурцов. Ну, кайф, кайф. Я только за. Я только за огурцы. Дрожь пробрала мои руки и шея. По конечностям растеклись покалывания. Странный жар достиг моего лица. Мои чувства разом притупились. Меня будто чем-то напоили. Аж голова кружится. Меня? Почему меня выделено здесь? Кажется, мне должно быть страшно. А кому не должно быть страшно в этой ситуации? Кому-то еще? Тут никого, кроме тебя нет, бро. Но при этом мне как-то по-странному спокойно. Мне следует прилечь. Вот прям сейчас. Мои ноги подкатились подо мной, и мое тело завалилось под неуклюжим углом. Лежа вот так беззаботно, мне остается лишь смотреть. Смотреть и смотреть на облака. Здесь было хорошо. Умиротворяюще спокойно. На самом деле, даже идеально, чтобы вздремнуть. Мои глаза тяжелели, но пока мне удавалось то выплывать, и вздремы то утопать не снова. Да, хорошо, прямо сейчас было бы вздремнуть. Я только проснулся, какой вздремнуть? Брат, только проснулся. Все, заснул. Спокойной ночи, малыши. Жаль, что-то случилось с тобой, кроха. Какая кроха? По воле леса покойся же ты с миром. Кто говорит со мной? Отзовись, кто говорит со мной? Кто говорит? Погоди. Человек? Как тебе вообще занесло в такую даль? Все еще дышишь? Боже, я не могу тебя тут оставить. Что же мне делать? Пробуждение было резким. Теперь мы в какой-то, блин, берлоге, непонятно кого. Мне кажется, что хуже? Что хуже? Окочуриться в лесу или, блин, не знаю, попасть в дом в каком-то непонятно к кому вообще? Который отзывается, типа, человек? То есть, кто ты тогда, если ты спрашиваешь, задаешься вопросом, человек ли мы или нет? Точнее, удивляешься этому факту. Но мне было так тепло и так комфортно. Вес одеяла не захотел отпускать меня из кровати, остановив мою попытку встать. Я не могу. Не могу пошевелить своим телом. Пальцы тут же бесполезно задергались по бокам, а глаза в панике заметались из стороны в сторону. В ближайшем положении мне удалось рассмотреть внутреннее убранство кабины, или, по крайней мере, ее потолок. Но краем глаза было мало что видно. Где я? Что произошло? В моей груди отчаянно закололо. Мне нужно уйти. Прямо сейчас. Не, ну это самый лучший ход действий-то их, правда, это просто уходить сюда. Хотя если на улице ночь, блин, я не знаю. Когда ты оказываешься в чьей-то хижине в лесу, то, блин, я не знаю. У меня паника началась. Ну, не паника, я бы, конечно, очень нервничать начал. Все это неправильно, неправильно, неправильно. Меня не должно быть здесь. Рядом послышалось потрескивание костра. Вероятно, он угрел меня, когда мне удалось проснуться. Затем до меня донеслись приближающиеся шаги. Притвориться, что сплю. Я сплю. Надеюсь, что мне удалось закрыть глаза до того, как кто-то заметил. На всякий случай, я также стараюсь замедлить дыхание, чтобы мышцы лица не выдали меня следом. Надо мной раздался чей-то смешок. Я уже знаю, что не спишь, светлячок. Ну же. Я не причиню тебе вреда. What the fuck? Вы кто? Вы кто? Орк? Какой-то орк зеленый. What the fuck? Хлопнув ресницами, напрягая веки, чтобы разглядеть приближающегося человека. Человека? Увидев необычную внешность, открываю глаза еще шире. Ему взгляд приковывают странные выступы на голове. Или там какие-то антенны растут? Не одна, а две целых. Пацаны, ну и чучело. Извините, конечно, вы чучело. А также зеленая кожа? Незнакомец даже не заметил моего беспокойства, поскольку лишь вздохнул с облегчением. Доброе утро. Хорошо, что ты в сознании. Очень хорошо. Как ты себя чувствуешь? Я могу лишь моргнуть в ответ. О! Прости, я совсем забыл. Вот. Что это ты сам мне наливаешь? А, не надо мне лететь. Я извиняюсь. Я извиняюсь, не держался. Не держался. Но я бы не стал пить какую-то жижу фиолетовую. Я бы... Выплюнул бы все. Он поднес чашку от края, к которой доносился сильный сладкий запах к моим губам. Хотя это может какой-то чай, знаете, такой ароматизированный, чисто... Не знаю. Тесс какой-нибудь, тесс. Не реклама. Его рука нежно коснулась моего подбородка, чтобы открыть рот. У меня даже не было возможности пошевелиться, дабы оказать хоть какое-то сопротивление. Не волнуйся, это поможет почувствовать себя лучше, я обещаю. Пей! Когда жидкость попала мне на язык, во рту появилось лишь смутное ощущение тепла. Но с каждым глотком вкус и текстуры возвращались. Сладость ягод и ромашки покрыла мои вкусовые рецепторы. Мне даже показалось, что там есть нотка мяты. Наконец-то у меня получилось поднять голову и с опорой на кулаки, расположенные по бокам, приподняться на локте. Парень продолжил удерживать мой подбородок, стараясь не влить больше, чем я смогу проглотить. Осушив кружку до дна и вытирая рот с задней стороны ладони. И лишь посмотрев на свои пальцы, понимая, что ко мне наконец-то вернулась полная автономия над телом. Отлично, теперь как ты себя чувствуешь? Нифига ты такой чисто casual, casual орг получается. Нифига, что тебе берлога на самом деле в лесу, понимаешь, бро, в лесу. У тебя и камин, и раковина, и у тебя все есть, бро. Обалдеть, конечно. Нет, нормально устроился. Лучше, спасибо. Он рассмеялся, что смешного. Поддать, поддать с музыкой. Ох, мне нравится, как ты звучишь. Давненько я ни с кем не разговаривал, тем более с таким приятным голосом, как у тебя. Да что вы, спасибо. Да ладно, да ладно, не надо, не такой же приятный голос, слушай. Мне, конечно, там говорили, что голос там кому-то нравится, но это неправда, это все обман. Не, 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 вы, наверное, перепутали меня с кем-то. Вы, наверное, у вас, наверное, плохой очень слух, раз вы считаете мой голос приятным. Да что вы, что вы, что вы, не стоит, не стоит комплиментов. Пожалуйста. Отмахнувшись от его странного комплимента, наконец-то осматриваю домик как следует. Это самая простая комната, заставленная скудной, но окрашенной деревянной мебелью. Вполне подходящая натураж для одинокого человека. Да слушай, тут прям, тут мега комфортно, как это говорит сейчас. Комфорт, комфорт просто на 100%. Не знаю, я в таком мечтаю жить, в таком домике. Ну, конечно, нужен интернет в первую очередь, так что в лесу, наверное, не получится прям. Хотя в будущем, когда у меня еще дом появится, может быть, уже таких проблем не будет. Справа открытая арка вела. Вела. Что я сказал? Вела, мне кажется, на кухню. Рядом с ней виднелась закрытая дверь. Возможно, ванная. Возможно, стоит проверить или сходить в ванную принять. При взгляде на все это в глаза бросалась одна общая деталь. Вязаные украшения разбросаны повсюду. На любой свободной поверхности лежали узорчатые мягкие скатерти. На прикроватной тумбочке рядом со мной свисал незаконченный проект. Спит, торчащий из кучи пряжи в маленькой корзинке. Пролег. Ну, там просто клубки ниток и все, по-моему. Ну, там хотя шарфик, по-моему, какой-то там, или какая-то ткань торчит. Судя по всему, это заготовка для зеленого шарфа. Шарфа. Незнакомец беззаботно оставался в тишине, наблюдая за мной, пока все мое внимание было обращено на комнату. Он бросил свою шляпу на кровать и взъерошил волосы, придав им еще более растрепанный вид. Бр, какой же он, какой же он, блин, крутой, а? Растрепанный волос, ну, чисто красавчик. Альфа. Сигма. Волос не... Точнее, волос, говорю. Глаз не видно. Четыре персонажа из... Не буду говорить откуда. Покажите свои глаза, незнакомец. Без шляпы его уникальные черты было невозможно игнорировать. Прости, но... Что ты такое? О, я же не представился, да? Приветик, я Майкл Черзи. Майкл. То есть, он серьезно... Тебя зовут Майкл, бро. Какого орка назовут Майкл? Какого орка назовут Зеленого Майкл? Мне кажется, там... Как там... Как там великих орков называли? Горош там, знаете, или... Ну, короче, я уже не помню сейчас все имена, я буду долго думать об этом. Так что я пас. Майкл так Майкл. Майкл так Майкл, я не против. Я мотаю головой. Нет-нет, я имею в виду, что... Майкл пристально уставился на меня, а кончик его левого уха задергался. Ты выглядишь очень... Он фыркнул. Уродливо, отвратительно. Нет, просто иначе. Почему у тебя синий язык, бро? Почему именно синий? Почему именно синий? Иначе. Очень мило с твоей стороны. А как мне еще реагировать? Ну, может быть, и так грубо. Ну... Ну, ну, да, тебя вот на самом деле сейчас какой? 24-й год уже на дворе, да? Мне кажется, бро, не стоит так... Такие заявления делать, как бы. Все люди разные, понимаешь? Даже орки. Даже орки хотят немножко, знаешь... Как это сказать? Неодобрение на принятие, что ли? Они такими родились, и что они могут поделать? Если что, орк это шутка. Я не знаю, какой он там раса, эльф, орк и так далее. Если что, это просто шутка про орка. Он может быть и не орк. Я не знаю. Я не знаю. Я делаю паузу в мгновение и медленно выдыхаю, прежде чем потерять переносицу. Мне просто... Извини, это был долгий день, вот и все. Мне следовало сказать спасибо. Будьте проще, если скажу, что это... Кожаное заболевание. Да? Точно, бро? Так ведь люди это называют. Точно? А уши у тебя тоже кожным заболеванием вызваны? Он произнес это как-то неуверенно. Да? Точно? А уши? Генетика? Точно. Я полагаю, что маленькие... Все равно это не все объясняет. Майкл сдал нервный смешок. Послушай. Что происходит? Что происходит? Почему... Что за звук? Что происходит у тебя в доме? Послушай, я просто парень, живущий один в лесу. Не забывай свою голову ненужными мыслями, окей? Что-то в его тоне заставило тебя больше не смеваться в его ответе. Он просто какой-то парень, живущий в лесу. Совершенно нормальный. А-а-а. Ты использовал на мне магию? Ах ты, блин, шарлатан. Ах ты, блин, прохиндей. Ай-яй-яй-яй-яй. Использовал на мне заклятие какое-то. Запретные чары. Заставил мне поверить, что это все правда на самом деле. Что все так и должно быть. Но я-то знаю. Я-то не первый день живу, бро. Я не первый день живу. Верно. Совершенно нормальный. Я Рицу. Я Рицу. Майкл просиял. Приятно познакомиться с тобой, Рицу. Да? Точно? Майкл. Майкл. А-а-а. Майкл. Из... 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 Ладно, я не буду. Я не буду. Я не буду относиться к этому так легкомысленно. Не буду шутить по поводу его происхождения. Откуда он взялся? Это была глупая шутка. Уже поздно, говорит, произносить такие шутки. Поэтому я пас. Пока я ворочусь с одеялами, Майкл продвигается все ближе к краю кровати. Я знаю, что ты уже спрашивал, но... Как ты? У тебя есть ушибы, царапины, тошнота? Навязчивые мысли? Неконтролируемые импульсы? Может быть, жар? Бро, нет. Ни в коем случае. У меня все в порядке. У меня все в порядке. Я только проснулся. У меня холодно. Так, что я сказал? Я не думаю, что я положил руку мне на лоб, прежде чем у меня хватило времени среагировать. Он положил руку мне на лоб. Его ладони были мозолистыми. Он быстро вытянулся, а затем задумчиво хмыкнул. Ты, кажется, в здравом уме. Это хороший знак. Здорово. Он рассеянно мурлыкнул. Его дергающееся ухо напомнило мне встревоженного кота. Не может быть, что это мой кот. Не может быть, что мой кот вот настолько быстро трансформировался и успел собрать себе хижину в лесу. Такую качественную, к тому же. Не может быть. Не верю. Или он съел его и перенял его черты. То есть он... Уши у него, возможно... Хотя, не знаю. Не знаю. Может, я не знаю, честно. Кота. Марсель! Вот черт! Извини за неожиданный вопрос, но он еще не видел следов моего кота где-то поблизости. Его зовут Марсель. Он милый комочек шерсти примерно такого размера. Пугливый зверек, но может подойти к незнакомцам, если это необходимо. Я вытаскиваю свой телефон, чтобы показать его фотографии. Но обнаружу, что тот пропал из заднего кармана джинс. Нет! Нет! Покажите кота мне. Я хотя бы вижу, как он выглядит. Подожди, а где он? Не видел? Его уши оттопырили. Смотрите, он отбалывает, как у Пиноккио, знаете. Нос, когда он лжет, увеличивается. Как у Буратино. Ах, ты обманщик! А? Я не видел кота, не знаю, где он. Понятно. Я откидываюсь на подушке, потираю виски. Бро, не заметил. Главный герой не заметил. Самого главного, блин... Самого главного не заметил. Его уши оттопырились, когда он сказал, что не видел кота. Все, все, понятно. Он уже тут на суп готовится. А вот это слева, вот это чучело кролика, тоже ты его, блин, поймал и превратил в подобное... Точнее... Ну, короче, да, превратил его в чучело. Я все про тебя знаю, блин. Хищник. Самый главный хищник в этом лесу. А тот... Тот этот самый... Те грибы, это была твоя ловушка. Я все про тебя знаю уже, досконально. Я твое досье выучил. Скоро в полицию пойдем с тобой. Браконьер, блин, несчастный. Он потерял свой ошейник. Так что даже если кто-нибудь сейчас его найдет, то не сможет вернуть обратно домой. Черт. Майкл молчал, наблюдая за мной с его стороны кровати. Так весь этот путь был пройден ради кота? А? Ну, конечно. И ты вот так вот безраздумно можешь забросить вглубь, если рискуя своей жизнью ради кота? Ну, слушай. Мы с котами, знаешь, не знаю, как у вас там на родине. В вашей, короче, не знаю, как у вас там на родине. Но у нас коты как бы живут всю жизнь свою, проживают вместе со своими хозяевами. Буквально там 10-15 лет могут прожить. И чем они отличаются от другого, ну, от обычного члена семьи твоего, допустим. С которым ты постоянно разделяешь каждый день. Ты его каждый день видишь. Ну, почти каждый день, если ты домой возвращаешься каждый день. Ты хоть осознаешь, как далеко ты сейчас от ближайшего города? Я дошел тебя почти без сознания. В месте, куда уже несколько лет не ступала нога человека. Бро, вот так. То есть там... А что там делал лошенник, а? Моего кота. Из-за кота. Его голос звучал так, словно он еле держался, чтобы не прочитать ни строгую лекцию. Как будто не в силах поверить, что я так безразлично отношусь к своему собственному выживанию. Мои щеки вспыхнули от того, что как глупо и безрассудно это прозвучало из-за стороны. Ну, он не просто какой-то там кот. Он моя семья. Вот, я им вот именно. Я говорю как бы. Нет ничего такого зазорного в том, чтобы пойти искать своего кота. Даже в лес. Даже за тысячу километров. Ну, теперь я уже не знаю на самом деле, насколько мы далеко реально от дома. Тут был его шейник. Тут был его шейник. Он точно был здесь. Так что это явно было не зря. Это явно было не просто так. То есть мы как бы сделали правильное решение. Пускай оно могло и правда быть последним решением нашей жизни. Это, конечно, не исключено. Но мы не ошиблись делать такое решение. Приняв такое решение. Я знаю, что было глупо даже пытаться. Но у меня не было другого выхода. Майкл подостыл. Но затем заметно напрягся. Как только ему удалось глядеть меня из-под своей непослушной челки. Семья. Наконец-то он улыбнулся. Наклонил ко мне голову. Ты действительно можешь так далеко статировать для такого маленького существа? Я встречал немало заблудившихся от туристов, охотников, даже поразбежавших подростков. Но чтобы кто-то искал своего питомца? А ты со странностями, не так ли? Я со странностями? То есть это я со странностями? Не надо вот, не надо вот. Я аж давлюсь ему на радость. Говори за себя. Кто вообще косплодит посреди леса? Майкл искренне рассмеялся. Его теплый смех заполнил комнату. Справедливо. Я думаю, ты начинаешь мне нравить царицу. Взаимно. Приподнимая бровь. Его улыбка стала шириной. Но что-то в ней странно выделялось. Он показывал слишком много зубов. У меня хочет съесть. Кажется, что он очень давно ни с кем не разговаривал. И забыл, как улыбаться в меру. Я трушею, пытаюсь придумать, чтобы еще сказать. Слушай, что я тут вообще делаю? О, как я уже сказал, я нашел тебя в лесу, недалеко отсюда. Боже, правда? Я помню, что мне было плохо, но не могло же меня... Кажется, там что-то было еще. Что-то важное. Похоже, поползли знакомые мурашки. Домой. Мне нужно домой. Майкл напряг, схватив меня за плечо. Торослабься. Тебе поплохело от солнечного удара? Солнечного удара? Нет. Нет, все было не так. Я не... Со мной все было в порядке, пока не... Майкл настойчиво покачал головой, наклонившись ко мне еще ближе. Нет, 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 светлячок. Тебе все... Не все было в порядке? Если бы я не нашел тебя тогда... Ну, кто знает, что могло бы случиться. В лесу легко получить травму или наткнуться на дикого зверя. Здесь, знаешь, это довольно опасно? Нет, он был прав. Твое поведение было слишком безрассудным. Почему тебе вообще показалось, что ты справишься в одиночку? С поиском твоего кота посредине неизвестного леса? Как можно было отправиться в поход, с ним забыв про воду? И как, ко всему прочему, получить солнечный удар? Это определенно был глупый поступок с твоей стороны. Я качаю головой, мост сейчас слишком затубальный, чтобы разобрать свои собственные мысли. Но звучало он довольно убедительно. Может, тебе не стоит на нем сомневаться? То есть, смотрите, когда мы произносим свои мысли по отношению к самому себе, написано в тексте «мне» или «нам», то есть «моё», «моя», «мои», «мне» и так далее. Но когда он мне внушает мои мысли, он говорит «тебе», «твое», «ты», короче. Он обращается к тебе, а не ты к себе обращаешься. Он, оно, что-то оно, что-то оно обращается к тебе. Ах, ты хитрый, блин, жук. Ну, по правде, мне даже радостно, что ты оказался рядом. Майкл расслабился, словно снова положив руку на колено. А затем ухмыльнулся. Мне тоже рыться. Я определенно рад, что нашел тебя. Почему ты синий? Почему ты синий? Его глаза были полностью скрыты за непослушными волосами, но было невозможно не почувствовать, как пристально он посмотрел на меня, когда произнес это. У меня аж волосы стали дыбом. У него уши стали синими, понимаешь? Эээ, конечно. Мое тело только сейчас почувствовало, что как неудобно, оказывается, было сидеть на одном месте. Одеяло на мне начало колоться, и вместо с ним во мне снова расцвело навязчивое желание вернуться домой. Эм, было интересно, но мне действительно пора идти. Подожди. Хозяин дома вскочил с кровати раньше меня. Знаешь, ты не можешь. Я не могу просто позволить тебе бродить по лесу так поздно. Пожалуйста, останется еще ненадолго. Но Майкл, мы действительно... Пойдем. Он вскочил меня за руку и повел через комнату. Мы зашли на кухню, в воздухе которой витал ароматный запах вареной картошки и мяса. Ммм, я кушать хочу. Я даже еще не завтракал. Только не вареная картошка и мяса. Хочу покушать. На небольшом круглом столике стояли две тарелки с приборами, дополненные кружками и чаем. Я не ждал сегодня гостей, поэтому все довольно скромно. Но, может быть, останешься на ужин? Он посмотрел на меня с надеждой в глазах, впустив свои уши. Тебя будет глажить вина, если ты сейчас откажешь. Да, конечно, бро, конечно. Почему бы, как говорится, и нет? Я не против там харчей казенных пожевать. Бесплатно, к тому же. Бесплатно. Конечно, я же, я просто возьму и соглашусь, конечно же. У Майклана секунду отвисла челюсть, но он быстро пришел в себя. Я... Да, конечно, садись сюда, сюда садись. Я подам запеканку через минуту. Запеканочку? Белиссибо. Я сажусь, как и было, велено с тучащим животом. Запах вокруг единственное, на чем у меня сейчас получается сосредоточиться. Да, это определенно было верным решением. Почему тебе вообще нужно было куда-то спешить? Мир снаружи может подождать. Ведь ты решаешь встаться здесь. И насладиться моей компанией. Кто мне говорит это? Почему мне кто-то в голову у меня мысли вбивает? А, кстати, я забыл спросить, ты не против мяса на ужин? Если что, я могу приготовить что-то другое, только скажи... Ну все, мы уже идем просто... Просто до конца идем. Я знаю, что это за мясо будет такое вкуснятина. Вкуснятина будет. А, хорошо, тогда на ужин у тебя будет то же, что и у меня. Майкл забегал по маленькой кухне с почти головокружительным возбуждением. Затем он надел пару вязаных прихваток, напевая что-то по себе под нос, наклонился, чтобы вытащить из дровяной печи противень с дымящимся пирогом. Этот запах... Он мгновенно запомнил кухню, когда Майкл поставил еду на стол, что разодорило мой желудок еще сильнее, заставив взорвать его в ответ. Могу поклясться, что он все услышал, но, удушившись, парень просто продолжил накладывать наши порции. Незаметно он отрезал мне кусочек побольше, за что мое сердце благодарно дрогнуло. О-ля-ля! О-ля-ля! Вот это, вот это просто я... Несмотря на то, что какое-то мясо, вот это... Вот это верхушка, вот эта запеченная картошка... я чувствую отсюда вот понимаете но конечно выглядела так аппетитно курочка была приятно золотистого цвета с выступающими хрустящими краями гарниром не знаю обычная начинки выглядела просто восхитительно аппекатный соус растекался по тарелке очень что сам облизываться я не знаю сейчас просто у меня даже слюнки потекли неудивительно мне ведь самого утра и крошки в рот не попало будь осторожнее все еще горячий здравый совет но терпение хватило всего на пару секунд прежде чем вилка с едой отправились ко мне в рот ай пирог казался даже слишком горячим прямо из духовки майкл оставался спокойно уголки ворта заметно приподнялся когда пока он наблюдал как я тяжело дышу пытаясь справиться с раскаленным кусочком во рту он дал несколько секунд чтобы перевести дыхание положил локоть на стол вкусно я энергично киваю в ответ несмотря на то что мясо сожгло все вкусовые рецепторы у еды пропал вкус он засмеялся обещаю с 2 раза будет вкуснее я сбавляю обороты прижав руку к рту пока майкл втыкает вилку в свой пирог чтобы убедиться что его еда остыла я хорошенько и дую на нее прежде отломить новую порцию он был прав стал намного вкуснее картофельная корочка с приправами была приятной и крутящей сверху на сыр на сырной и сливочной в середине а пикантная мясная начинка была хорошо прожарена изначало потрясающий аромат каждый кусочек напоминал напоминал мне о доме гостеприимный юноша наблюдал как наслаждаюсь едой сидя прямо напротив ну что вкусно а это просто невероятно майкл он покраснел точно покраснел был наоборот посинел был наоборот посинел от комплимента и неловко потер затылок я рад мне нравится верить что я я хороший повар но услышать мнение стороны все как-то не до не доводилось а ты часто что-то выпекаешь не сказал бы обычно готовлю простые блюда из любых доступных ингредиентов из кошатины сегодня у нас уже или же дружелюбно киваю но мне больше нечего добавить всем внимание сейчас было зареточено на приготовленном ужине против чего майкл счастью вроде бы не возражал общая атмосфера была уютной домашней в тишине было слышно как парень постукивал ногами под столом видимо он был очень рад что кто-то остался на ужин там просто по словам кто там по словам короче есть люк который ведет вниз там кто-то стучит стучит из него типа там пожалуйста помогите мне там но он такой тихо типа он стучит типа чтобы короче помолчали они там затихли судя по обстановке в его лучу действительно оказалось что он жил совсем один там под ну не обращай внимание на подвал агарина люка тут там точно никого нет и так мне немного любопытно он наверно оживился заточишь все внимание на мне почему тебе захотелось же такой глуши го ну когда вы лишь как я вроде как проще жить подальше от тех остальных от его слов ошкальнула в груди он мне тоже показался мне странным в первую встречу должно быть тогда у меня все лет на лице было написано нет нет и не подумает неплохой человек на самом деле даже казак кажется мне приятнее большинства да почему почему можно пожалуйста ответить на мой вопрос просто почему человеческое почему можно не удовлетворить удовлетворить свой интерес так скажем хотя интересно что если бы я его улыбка стал напряженной неважно главное что мне здесь лучше чем где-либо еще почему-то не попробовать чай светлячок теперь ему казалось стало не по себе и он сменил тему наверное лучше подыграть конечно протягиваясь к своей кружке я лишь неловко сталкиваю с края своими неуклюжими пальцами бро ботов подожди я наклоняюсь через край чтобы схватить и уже понимаю что он она будет слишком далеко от меня и просто разлетится на мелкие кусочки но звука не слышно он еще и хвостатый он еще и хвостатый у него грибной хвост а что такая музыка внезапно напряженная стороны вместо этого вокруг керамической кружки обмотан длинный зеленый отросток надежно удерживающие на весу чай даже не пролился мы глаза проскользили по всей длине пока не уткнулись майклу в спину и закрывающий недвижимую часть кардиган майкл это твое я майкл закрыл лицо руками а странный отросток скользнул его в его сторону таща за свою кружку мне жаль рицу я на этот раз я буду честен с тобой он поднял голову зачесав с пальцами волосы назад чтобы открыть глаза время застыло когда 2 нет множество пар радужек ставились прямо на меня прежде метнуться в сторону избегаемого взгляда я знаю что это сложно принять но это настоящее пожалуйста пожалуйста только не паникуй хорошо я буду спокоен я громко сглатываю изо всех сил стараясь не отводить взгляд кажется затаил дыхание когда мои руки вцепились край стола воцарившуюся тишине был особенно неюютно наблюдать как он поочередно моргал своими глазни глазищами даже если бы те были направлены не на меня они вообще настоящие скорее всего по крайней мере теперь в его поведении есть смысл изоляция избегание людей он выглядел странным да но так же и грустным я я с трудом сглатываю я не боюсь тебя многочисленные зрачки майкла расширились как у дикой кошки а чего по моему по моей спине пробежали мурашки ладно может только чуть-чуть прости он поспешно выхватил пустую тарелку и сжался за ней будто та действительно может помочь спрятаться ему кому-то с его ростом может быть будет лучше запросить просто спрячу все это и я могу ложить волос как раньше тебе будет так спокойнее его голос звучал приглушенно за керамическим барьером между нами это даже мило я медленно вытягиваю руку чтобы коснуться его руки от легкого соприкосновения наших пальцев подпрыгивает на месте ну слушай друг я не знаю я никогда не делаю поспешных выводов о ком либо в принципе кем бы они ни были если хороший человек как как человек как конечно не человек скорее всего насколько и насколько мне известно я не знаю есть хороший хорошая личность короче вы поняли вы поняли к чему я иду то я как бы не против если мы с тобой просто по тихому разойдемся да никаких странностей ты вызывать не будешь у меня хотя у меня уже есть некоторые вопросы как у игрока по крайней мере то ничего такого я не знаю я не буду предполагать худшего сразу но уже есть некоторые задатки много факторов которые не знаю немного смущают меня майкл не только его слова не только его слова да может положишь на место он медленно отпустил тарелку на его глаза были все еще отведены в сторону избегая зрительного контакта не могут и взглянуть на меня так смотрит смотрит все еще бы он еще более синий стал чем раньше не смотри на меня так прости я просто не могу оторваться это прозвучало так неловко у него затрослись руки я тоже взгляд вниз на кружку все еще плавающий рядом с ним и будто бы висящий на волоске от очередной гибели и рывком спасают пряту прямо из-за ухватки неверно от пив я замечаю как майкл наблюдать за мной за края кружки вкус напитка показалось слегка прянуть почти почти землистым привкусом не сразу удалось распознать в нем имбирный чай он почти комнатной температуры но все равно довольно вкусный а ты хотел услышать мне нянь с вами чая да мне понравилось так что спасибо а я рад затем майкл следуя моему примеру откинулся на спинку стула и мы вернулись к трапезе молчание продлилось недолго так как парень заерзал на стуле ты действительно не против всего этого меня я повторно накидываю взглядом тщательнее всматриваясь в необычные черты это очень отличается от привычной внешности но я думаю что смогу привыкнуть да ты хочешь привыкать к этому то есть ты не собираешься уже домой идти бро чему ты будешь привыкать а хочешь с ним друзьями теперь ставить не на самом деле ничего плохого в друзьях нет брено не знаю глаза конечно не странный 2 пара глаз двумя зрачками немного меня все-таки смущают извини конечно мне это просто мне не знаю не знаю выглядит конечно как как-то неправильно выглядит жутко не знаю мне мне как-то мне как фобия не знаю на вот такое что-то а так в остальном как бы ну ну хвоста ты ты ну чтоб ну что поделать такое родился блин что с тобой поделать надеюсь прозвучало не странно то есть ты выглядишь не так уж и плохо на самом деле даже черт черт что мне сказать ну пусть симпатично будет ты думаешь я симпатичный ага ох я пытаюсь сказать внешне это не главное до сих пор ты был так добр ко мне и только самый раз человек оказавшийся такой ситуации стал бы судить о ком-то по внешности пусть я знаю тебя совсем недолго но ты кажешься хорошим парнем ты нормальный майкл нормальный нормальный чувак нормальный чел я улыбаюсь ему все в порядке понятно очень много поёрзал прежде чем кивнуть и слегка улыбнуться спасибо рицу я буду вечно дорожить этим моментом про не надо так улыбаться когда так улыбаться взглянув на меня он просеялась энтузиазмом вернуться к своего и к своей идее это было что-то мы продолжили вечер небольшой светской беседы в основном рассказы были моим питомцы для случаях из моей личной жизни несмотря на мой раз пусть распущили попытство майкл внимательно прислушиваться в каждом каждое слово не утруждая меня подробностями о себе думаю по нему легко догадаться что он крайне не уверен своей внешности так что возможно сегодня не следует заставить все вопросы при себе мы прибрались на кухне в относительной стишине майкл убрал остатки пирога нам не было на мне было посуда в раковине ведь это хижина стоит совсем глуши интересно как он провел сюда в воду может прошу прошу об этом позже что ж спасибо за ужин а тебе за компанию ах и пожалуйста займись сегодня кровать но никаких но у меня и так редко бывают гости поэтому поспишь на кровати хорошо хорошо но с рассветами сразу же уйду уйду ведь майкл затих уставившись на половице теперь когда челка не заслоняет его лицо гораздо легче понять что он чувствует и сейчас он кажется расстроенным все ведь нормально знаешь а мне на самом деле пригодилась бы твоя помощь наверняка в одиночку я снова заблужусь за спиной не удоргнул хвостик точно завтра утром я отведу тебя домой теперь мне намного легче спасибо майкл тогда до завтра м спокойной ночи лицу спокойной ночи майкл конечно действительно рад что сказал это вслух я плюхаюсь на кровать майкл устраиваясь поудобнее под одеялом и все и все вот так просто без зрения совести без каких-либо там не знаю просто без ничего ложиться на кровати и спать майкл же хватает несколько рукодельных одеял чтобы соорудить импровизированную постель на полу перед камином впечатляющая коллекция вязанных вещей из которых вышло уютное гнездышко с центра комнаты мои глаза лениво скользнули за его хвостом который теперь был на виду и покачивался то вверх то вниз прямо как у кота марселя так по нему скучаю теперь с полным желудком задремать было легко меня только сейчас дошло как сильно мне хотелось прилечь и отдохнуть все это время вслушиваясь под тихое потрескивание огня и позволяют темноте укрыть меня спокойной ночи ревата пипец хочу брон не пугай меня так откуда раздается мягкий голос напевающий мелодию рассеивает остатки сна с трудом моргнув я осматриваю незнакомое окружение явно не мое одеяло уютно укрывающий меня в кровати где а вот и знакомая фигура хозяина этой хижины сидящего на табурете перед огнем и чьи руки которого ловко работают над зеленым шарфом лежащим у него на коленях пусть он и был развернут спиной его пальцы мельком выглядывали за силуэты козрас когда иглы мягко щелкули между нитями он обращался с пряжей довольно искусно ритмичные движения были почти гипноти гипнотическими скручивая волокна и замысловатый узор полок на волок почему ударение правильно старшесно не так волокна я медленно переваливаю сидящее положение потеряю потеряю глаза это движение создает нужный ненужный шум от чего его ухо дергается мою сторону еще до того как он поворачивается всем корпусом и прямо как вчера его зрачки разгораются зрительного контакта даже его лицо будто вспыхну когда он увидел меня рицу я и надеюсь что не что не разбудил вчера на тебя многое навалилось так что я не хотел как-то вмешать твоему заслуженному отдыху доброе утро майкл доброе утро и тебя что что не так что за неуверенность так как спалось я чувствую сонливость так что вместо ответа просто зевая потягиваюсь он добродушно улыбается и мягко выдыхается с мешком видим как младенцу майкл указывает через свое плечо на дверь рядом с камином наклоняя голову в то же направлении если хочешь можешь свяжется в ванной ванной пока не а я пока начну готовить нам еду я бы уже позавтракал но мне хотелось чтобы мы поели вместе пока еда еще будет горячей тебе устроит яичница с тостом звучит конечно как как план звучит как план яичница это балдеж да конечно отлично тогда увидимся на кухне он сложил свои вязальные принадлежности отложил ящик в сторону а я приготовил тебе сюрприз после завтрака это не что-то грандиозное но просто подойди когда все закончишь сюрприз 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 даже не взглянув в мою сторону он быстро нырнул на кухню откуда до меня сразу же донеслись звуки его ботинок стучащих по половицам и только как он последовательно то открывал то закрывал шкафы полагая мне пора я скатываюсь с постели оставляя в одиночестве теплое одеяло и рысью пробегая до двери на которую ранее указывал майкл пройдя в комнату я быстро осматриваюсь даже не знаю чего следовало ожидать когда он сказал что у него есть ванная внутри оказалось на удивление просторным ну как раздельный санузел но что еще можно хотеть от от хижины в лесу как бы по крайней мере тут есть блин есть вода все предметы выглядели так будто бы были вырезаны только из дерева и как среди них было все что можно найти в современной ванной комнате раковина с тумбой душ и ванной даже туалет при не ну кайфово живет дружище кайфово живет и не знаю деревянный дом правда поджечь его легко ну я конечно не намекаю но в случае чего под в лесу часто бывают пожары как бы если там сильно палит солнце то одна из края там в дом просто все полетел на взлет из чистого любопытства я подкрадываюсь к туалету поближе принимаюсь исследовать его строение несмотря на привычный вид у него отсутствовал резервуар для хранения воды а вместо этого сбоку располагались отделение полный опилок и совок казалось тогда в комнате должен был витать соответствующий запах но его на утиление не было у стены даже висел рулон туалетной бумаги пусть конструкции не хватало нас не хватало системы смыва он выглядело все довольно гигиенично тут нет смыва куда все уходит тогда а тут нет смыва в туалете ё-моё майкл должен быть потратил на это много времени подойдя к раковине мой взгляд на пару секунд держался на кране прежде чем рука решилась проверить его то есть скорее всего под туалетом ямка получается да у него там яма то что тут нет канализации правильно допустим ладно если вода стекает куда-то на улицу да вода это еще не так страшно куда допустим там стекает там друг другое что-то я даже я я уже как бы начал говорить говорить поэтому все могут представить себе наверное к чему это все ведет наверное перестану об этом думать и тело тут же никогда рефлекторно удернуть из-за неожиданного шума полившейся воды опять же от удивления мне оставалось слишком под наблюдать как струя закручивается в сливе и уносится неизвестно куда воу и почему я так впечатлила чертовски исправно раковина в ванной я даже с вчера знаю что у майкла есть рабочий водопровод в доме стряхнув в том мысле заканчиваю прихорашиваться и направляюсь на кухню майкл поворачивает голову заметив меня его руки находится горячий чайник рядом столе стоит пара кружек возможно дело бы дело было в освещении но сейчас он выглядел чуть выше чем казался да освещение точно уверен ничего не изменилось в нем вроде бы нет внешне я тоже взгляд на стол замечаю что тот уже накрыт ухты а быстро ты справился майкл выглядел гордым собой вы знаете как будто у кого-то сверху брови вот конец не обращать внимание на его настоящие про него как будто реально просто брови он выглядит выглядит как обычный парень да только немножко зеленые все есть не обращать внимание на его настоящие брови вот эти то да похоже что одна пара глаз я не мог не мог допустить чтобы мой гость остался голодным но теперь теперь у него здоровенные глазища давай же присаживайся я присоединюсь тебя через минуту я улыбаюсь ему в ответ и сажусь за стол в животе сразу же урчит при виде содержимого наших тарелок у ля-ля у ля-ля как вкусно выглядит почему так вкусно здесь в этой игре почему так вкусно и снова майкл положил мне довольно щедрую порцию идеально поджаренные толстые ломтики хлеба были намазаны маслом по бокам но вишнице болту не перетянула к себе все внимание когда запах пряных трав с тарелки ударил мне прямиком в нос на тут же потекли слюнки я все еще не поел напоминаю все еще не поел когда когда я уже тоже поем майкл поставил дымящуюся кружку рядом со мной прежде чем устроиться на своем месте осторожно глянув в чашку я замечаю плавающие маленькие цветочки окрашивающие воду в желтый цвет от напитка слегка пахнет яблоками среди них я же сразу подмечаю желтоватые подсушенные гранулы с упаковки чая которая мне уже встречалась о это ромашка он кивнул надеюсь тебе понравится вкус можешь не сомневаться его улыбка стала шире а кончик хвоста коснулся качнулся между ног этим утром оказался более расслабленным и теперь свобода демонстрировал мне свои особенности все следы паники нерешительность нерешительности прошлой ночи исчезли сменившись выражением умиротворения майкл уже откусил свой тост поэтому это решаю приступить к еде завтрак оказался очень вкусным как и ожидалось стоило не только откусить кусочек тоста как мой язык обволокло божественным вкусом сладкого масла и яиц яиц то это важно яиц яйца 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 было что особенно в такой простой домашней еде по мне растекался гастрономический восторг а майкл тем временем с удовольствием ел в тишине время от времени поднимая на меня глаза он улыбнулся когда наши взгляды встретились а нижняя пара его глаз радостно прищурилась интересно потратили сейчас время чтобы задать ему пару вопросов эй 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 ты чувак не возражаешься я кое-что спрошу нифига у тебя вопросов бро как научился готовить как научился готовить как работа в водопровод твоем доме каково это жить в лицу мне кажется самый главный вопрос до сих пор не могу поверить что насколько уютно ты здесь оба с обустроил учитывая что мы постраде глуши когда нашел это место выглядело на 7 не так да ну мне все это пришлось провести плановый ремонт так хижина была заброшена заброшен кто-то до этого здесь жил до плановый ремонт видео пришлось перестроить немножко потому что вокруг были следы крови повсюду да по стенам там расплескалась кровище там на кровати да там а снаружи так сразу не скажешь а действительно счастлив что наконец-то нашел себе место для постоянного выживания может это скромненько но это мой дом и как тебе тут тихо спокойно здесь очень нравится лес набжает меня всем необходимым и к тому же никого здесь не беспокоит мой внешний вид его уж слегка дернулись и нам нужно просто оставаться там где будет удобнее и тебе и всем остальным только он избежал моего взгляда сказав это навело меня на мысль что его за его словами скрывала что-то еще как будто он поселился здесь не просто из-за удобства из-за страха перед чем-то другим возможно он боялся быть отвергнутым или чего-то намного хуже в общем мне больше нечего добавить этому по этому поводу только если не хочешь слышать чем-то конкретным но не дождавшись ответа я он лучезарно улыбнулся что насчет тебя конечно уже успел немного тебе узнать но каково это быть тобой каково это ну как обычно наверное как обычно другому человеку и знак тебе объяснить это я живу я дышу я ем я сплю я хожу в ванну в туалет но в принципе все классная жизнь не нравится че на работу надо ходим мы люди мы людишки ходим на работу а также в лес надо ходим как раз как ты примерно только не живем здесь на постоянной основе на может временную я насмешливо улыбаюсь и смахиваю рукой в его сторону боже поверь мне самый неинтересный человек в этой комнате его глаза засветили искренним любопытством когда он наклонился ближе я бы все-таки послушал ну тогда дальнейший рассказ содержал в себе только те части жизни которые мне было удобно поделиться и прям как и вчера он не сводил взгляд глаз моего лица лишь изредка с интересом останавливаясь на отдельных его чертах такое пристальное внимание мне нервировала хотя я наверно не лучше когда говорит он препятствует точно также в конце концов рассказ подошел к теме моей работы и жизни в современном капитализме я даже немного завидую в твоем доме прямо-таки царит идеальная коттедж кор эстетика эстетика коттедж кор ё-моё какие же блин словечки он подбирает коттедж кор блин у меня коттедж кор у меня квартира кор халупа кором он растерянно нахмурился коттедж кор пришлось объяснить все своими словами а значит ты хочешь как я в лесу с моей стороны последовал незамедлительный кивок ну я я был быстрее не против показать тебе что здесь к чему его голос прозвучал как-то по странному взбудоражены о чем ты не бери в голову в любом случае не понимаю чем тебе прыгнулось это местечко но тут знаешь ли тоже непросто в лесу и все что необходимо нужно уметь правильно распоряжаться этими ресурсами начинать было на его угол лица промыкнул промыкнуло мрачное выражение словно он пережил горькое воспоминание тяжко но я просто создан для выживания мне кажется если я прошу его объяснить что он имеет ввиду то атмосфера станет неловкой стоит перевести диалог другое русло раз ты не бывает одиноко иногда но я уже привык он улыбнулся и в глазах снова сновь загорелись огоньки да и к тому сейчас у меня есть тыр правда же никогда бы не подумал что мне будет приятно чья-то компания должно быть ты особый случай а то есть тут все вопросы можно знать как работает водопровод в твоем доме да самый главный вопрос тогда ладно я я я обманул вас я обманул самый главный вопрос который волнует верно всех как как здесь работает слив твой я знаю это глупый вопрос но он все-таки не дает мне покоя а тебя это правда заинтересовало думаю сучи моего смущенного лица было достаточно чтобы он все понял а ну все довольно банально мент хижина из хранилище в котором я собираю дождевую воду а вот ну кстати как окей окей это все объясняет на самом деле просто дождевую обои а как она нагревается тогда он хивнул его словах промекнула нотка гордости когда он продолжил объяснение знаешь на самом деле это моя самая недавняя постройка конечно проектировка заняла достаточно времени сбор материалов подбор инструментов поиск нужных инструкций вдобавок не нужно было решить куда поставить резервуар для хранения но может не волноваться вместе с ними сразу установил и систему фильтров поэтому удастся точно чистые я проверяю все каждые несколько недель чтобы ничего не засорилось такая расчетливость даже пугает особенно если учесть что все это время он жил здесь в лесу как бы почему пугает а почему а как ему по-другому быть как ему по-другому жить то вообще если эти 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 единственные что он может сделать я как раз таки просто ответственно ко всему этому под относится чтобы все работало исправно мне кажется просто вот такой человек он и ты работал над всем в одиночку мне пришлось во всяком случае потребовалось много чего настроить и внести правки на то есть и получилось и теперь вспоминая весь проделанный труд я рад что тебе тоже будет комфортно здесь пока ты гостишь я уже ухожу домой так что спасибо за гостеприимство я пошел до свидания аривидерчи аривидерчи мои браза это ответил на твой вопрос мне кажется откуда ты узнал как все построить мне пришлось самому во всем разбираться в его глазах промекнул слабый намек на усталость но отвечая на этот вопрос я часто хожу в библиотеке именно оттуда я узнал о большинстве вещей сам факт что он вообще рискнуть зайти в какое-то здание меня уже удивил если повезет некоторых архивах можно найти инструкции по эксплуатации все эти подробные сделает сам руководство чтобы всем разбираться мне потребовалось некоторое время на самом деле очень много времени но эй у меня было в его предостаточным и это действительно помогло теперь я подумаю об обновлении туалета на компостная установка пока что хорошо справляется кстати одни и узнал в старом путеводителе по кемпингу он уснул чтобы перевести дух как будто бы давно не разговаривал так долго и я немного заболтался но теперь ты знаешь все подробности хоть спасите что-нибудь еще а ты был библиотеке его ушки навострелись осанка выпрямилась а точно словами не передать как мне помогли различные книги я продвинулся как так далеко только потому что быстро понял как читать ну точнее что я вообще могу прочитать и часто доходил раньше всякий раз как представлялась возможность однако сейчас я больше части остаюсь в лесу постоянно приходит следить чтобы люди не забредали слишком далеко дразнящие нотки в его голосе отвлекли меня от еды эй просто шучу так или иначе если интересно что я делаю с этим он указал на свое лицо то мне просто дается все скрыть за одеждой ты удивишься как мало ли обращать на меня внимание когда подходящий укутываюсь надо прав на самом деле люди вообще не такие создания им порой на остальных вообще просто пофиг на каких-то прохожих там они даже не обращать внимание поэтому я не удивлен я не удивлен на самом деле так и так и есть так и есть это правда не железо действительно проходит так гладко он невозмутимо пожал пальцы плеча пальцем плечами судя по тому что я видел здешние библиотеки чаще всего пустуют да люди них просто занимаются своими делами полагаю ты прав тем более да тем более библиотеки этому кому какое дело не пришли почитать книжку там допустим и все даже вспомнить не могу когда последний раз мне нужно было зайти в библиотеку для майка полагаю они прямой эквивалент великой всемирной паутины надо показать ему интернет будет время хотя лучше не стоит точно не без родительского контроля окончательно успокоившись киваю ему не возвращаюсь к еде как-то научился готовить у запеканки довольно сложный рецепт поэтому не стало интересно обучал ли тебя кто-нибудь этому но также книжки в книжках вся все знания заложены есть книжки на любую тему абсолютно так что в принципе я думаю что вопрос исчерпывающий сам себя вся эта беседа точнее было бы славно если кто-нибудь взял и научил меня хотя бы варки яиц ветлячок на деле я прошел долгий путь путь проб и ошибок мои предыдущие попытки были практически несъедобны однако теперь она наловчился так что мы твои вкусовые рецепторы не падут жертвой моих отратительных творений по крайней мере не тех что приготовил несколько лет назад кстати говоря об этом тебе понравилось вчерашний ужин конечно же ты действительно отличный повар майкл я рад возможно не так заметно но я действительно счастлив что мне довелось готовить для тебя меня зачастую не бывает гостей если вдруг не очевидно тогда надеюсь ты согласишься готовить меня каждый день мы сюда как мы будем возвращаться сюда брак ты хочешь здесь жить что ли он усмехнулся над шуткой с довольным лицом с удовольствием и посмеявшись ответ я продолжил есть так что больше всего тебе нравится готовить это вопрос прямо таки оживил его жареные грибы жареные грибы а их легко найти и также легко приготовить действительно припоминаю вчерашнюю поляну четверо усеянную грибами хотя пахли они больше больше странно чем вкусно ты помнишь это о нет о нет о нет а нет а ты что-то сказал ничего в любом случае какое-то время грибы были единственным чем я пытался питался прежде чем понял что могу употреблять и другие продукты такие как не корнеплоды и прочие овощи ты выращиваешь свои ингредиенты большинство из них и вот что тебе скажу времена когда я научился ловить рыбу охотиться на дичь были лучшими в моей жизни а когда я впервые попробовал мясо он изобретал неуклюжую версию поцелуя шеф-повара будто имитируя что-то что однажды увидел по телевизору мауэ мауэ мия можно пытаться сказать мама мия но майкл продолжил не дав не задуматься об этом и на секунду и дольше но ничто не сравнится с тем что вы люди способны сотворить вы ребята вообще не сдерживаетесь с ингредиентами рис был тем еще испытанием это ценный продукт как достать его можно только в магазине но как только я выяснил что как приготовить его вкусным и пышным сразу же стал для меня особым лакомством меня аж дважды перекосило ты что ходишь по магазинам да а откуда мне по-твоему рис откуда у тебя деньги мне казалось ты мог вырастить его сам или типа того он рассмеялся в моё красное от смущения лицо мне лес что ты думаешь будто я способен на что-то настолько впечатляющее но нет лес может дать не так уж и много но что насчет денег ты же знаешь человеческой валюте верно иначе как бы ты купил у тебя вообще есть работа а затем голова заживалась другая мысль или ты украл его он выглядел почти обиженным я что выгляжу как преступник ну нет но просто тогда как майкл откусить откусил свой тост и хитро подмигнулся двумя глазами не свои методы светлячок про хочу ли я узнать этих методах можешь только придумать всякого нехорошего на самом деле и не особо приятного что я даже я даже не буду не думал не буду даже размышлять об этом что это вообще значит я наконец начинаю узнавать все больше о майкле он не сказал там напрямую но у меня в голове промыкнуло что его одиночество было много глубже чем как мне кажется не говоря уже о том что он смог обустроить свой дом совсем один интересно если у него вообще кто-нибудь теперь есть семья семья его лицо на мгновение стало серьезным сразу же преобразилась смущением запомни как это работает я понимаю общий концепт читал об этом как-то в паре книжек у меня нет тех кого бы называть родителями если я правильно понял вопрос от шока у меня отвисла челюсть нет родителей он из капусты он по нему не видно что ли что он зеленый он из капусты он пожал плечами откусил очередной кусок от тосты насколько я помню нет тогда как ты каково это жить с таким количеством людей непосредственной близости мне ответил на вопрос как он родился а это ведь так работает и другие люди живут в одном доме у вас есть это динка штука из-за которой вы связаны с остальным динка это значит быть семья верно он мил ведут днк и определенной семьи меня немного выбил одно как там как это же не нужно ответить не только семья это стена текста люди с которыми вы кровно связано например мама папа братья сестры другие родственники или трассы любишь и которые заботишься где в свою очередь как любит заботиться о тебе семья просто люди которыми вы живете непосредственно близости неважно по своего линия не скажу все второй вариант да вот как раз таки семья это не обязательно кровные узы так скажем изначально пойти конечно да семья и типа хотя я не знаю изначально или не изначально но самое базовое понятие это как раз таки это что вот кровная связь то есть дети там родители и так далее но мне кажется что эта семья это больше знаете люди которые ты любишь и ценишь и заботишься они да поэтому мне кажется вариант по крайней мере я так считаю и это кажется не заинтриговала правда приятно ну это правда это приятно это приятно это приятно каждому желаю найти в себе себе в жизни семью настоящую не только родителей своих но и также партнеров так скажем если кто-то кого ты любишь и о ком заботишься да у меня друзья есть конечно друзей тоже можно стать семьей да не понимаю почему считается что для того чтобы назвать семьей обязательно кровное родство родство ну насчет друзей конечно друзья это друзья а не семья правильно насколько должны быть близко друзья чтобы называть их семью наверно возможно почему нет называть можно семья кого угодно можно кого-то сильно любишь даже домашнее животное может быть частью семьи и так во всех семьях закусив губы я думаю над ответом было бы наивно так полагать многие семьи полны любви забота не все идеально иногда любовь может быть неуместны ли ей можно пользоваться в своих целях и даже злоупотребить майкл выглядел задумавшись задумавшимся так все начинается с любви я немного читал об этом а любви в смысле хотя некоторые чувства я не всем понимаю по крайней мере с точки зрения читателя может чтобы все понять тебе нужно самому пережить подобный опыт пару секунд осмотрел меня вообще не моргая возможно в этом есть смысл я никогда об этом не задумывался но опять же кто бы стал любить такого монстра как я ты не монстр однако выглядишь как один из них разве нет это ничего не меняет ну ты ведь не отрицаешь сам факт я просто искать все в порядке тебе не обязательно лгать мне так значит семья есть честно для каждого семья это что-то свое как вычет тебя что-то тебя является семьей майкл выглядел удивленным от осадного много мной вопросы я даже не знаю никогда не было семьи я думаю что твой ответ только больше меня запутал что если ты когда-нибудь разберешься с этим дай мне знать майкл уставился на оставшиеся крошки на своей тарелке прежде чем кивнул избегая моего взгляда конечно мы оба притихли возникшая пауза уютно окутала нас тишиной все эти разговоры о семье это помнило мне причине по которой мне пришлось зайти в лес поиски своего любимого питомца которого я возможно уже никогда больше не смогу увидеть блин нет почему я пришелся только за кота блин в итоге какой-то зеленый зеленый человечек тут находится а как же код блин я хочу кота найти своего из нарастающей тревоги меня защемило в груди мне мне так неспокойно что марсел сейчас не с нами вы точно поладили майкл приоткрыл рот чтобы что-то сказать но затем передумал мой голос трогал от нарастающего горло горле комы прости я просто акции на скучаю по ним начинается нет за что за что так блин с с марселем моим меня не покидает мысль что стоило мне начать поиски немного раньше тогда возможно он был уже был удал уже дома он поспешил ответить так делаешь все возможности ты чок никому другому не получилось бы зайти настолько далеко тем более тебя чуть не чуть не что чуть не что ответь на вопрос продолжу свою фразу я вернусь с ней был марселем в порядке про не надо так говорить ужас пипец правда так думаешь я я это знаю его голос был пропитан уверенностью несмотря на обеспокоенное выражение лица вот этот вот этот меня и последовало лишь креп краткий кивок и тихий тихий шмык носом надеюсь ты прав он просто был важной частью моей жизни понимаешь майкл выглядел так будто своей рукой хотел притянуться ко мне через стол вместо этого только вздохнул на самом деле мне жаль риться я должен рассказать тебе возможно так подумать у меня на самом деле есть семья это и был сюрприз о котором я говорил утром подожди правда как-то ты так резко перевел тему я думал что будет что-то такое раскрытие какое-то в итоге блин опять-то про свою перс свою семью и про сюрприз свой тебе больше ничего не нужно я могу здесь и тебя познакомить с ним прямо сейчас мой взгляд опустился на тарелку и дак там незаметно для меня уже была съедена еще во время разговора а завтраком покончено он довольно быстро собрал наши пустые тарелки на игрушки а затем загрузил их в раковину прежде чем еще хоть слову успел осветить моих губ он захотел меня за руку поднялся со стула и повел за собой на улицу дверь распахнулась впереди показался сплошной лес пока майкл не потянул меня за собой огибая хижину нифига у тебя тут сад свой есть даже почти сразу же меня мое периферийное зрение обе своих сторон так атаковала различная зелень у меня было предложение что он один из тех кто сам выращивает овощи но видишь на столь настоящий грядки в качестве подтверждения совсем другое дело и поскольку майкл ввел меня за руку у меня было всего мгновение чтобы смотреть окружающий нас сад различные участки были помечены аккуратными рисунками на маленьких деревянных табличках торчащих из почвы морковь листя салата картофель шпалеры из помидоров и фасоли без момента к защите мне все это было гораздо бы сложнее даже ромашка ромашка из нашего чая чьи бутоны сейчас мягко покачивались на ветру поросла из изобилия совсем неподалеку появится уткнулся спину майкл когда он внезапно остановился парень тут же заглянулся через плечо чтобы улыбнуться мне мы добрались до небольшой огороженной территории вокруг которой была натянута сетка он наступил в сторону наблюдая за растущим на моем лице удивлением чикин курицы три пухлых счастливых маленьких курочки расхаживали вокруг словно хозяйки этих владений когда он прошел через ворота куда куры мгновенно бросились к ногам майкл и кушать вокруг него стали клевать ботинки да мы знакомимся то рицу привет привет красотки рицу это мавар сансе и прим роуз вау ничего себе или как не нравится их называть мармар сани и рози он наклонился чтобы понять одну из них улыбнувшись распушил ей перышки затем его пальцы нежно почесали маленькую головушку курочки чейми по моим догадкам было рози она практически растаяла от его ласки прикрыл глаза двое других обыженно взмокнули крыльями снова занялись своими делами майкл подошел поближе предлагаю мне тоже ее погладить она казалась такой мягкой рози самая старшая она больше не откладывать яйца но я просто не мог и не смог ее м ну ты знаешь так что привел ей друзей мармар была первая сани появился недавно ну что мне кажется наш что из нас вышла отличная семья не думаешь смех вырвался из меня вместе с кивком а рози ткнулась стойка клювиком его грудь кто мог подумать что ты имел ввиду куриц у тебя было что-то еще на уме ну мне казалось здесь скорее будет этот другой а не из-за моего внешнего вида люди обычно не задерживаются надолго и снова говорят о себе негативном ключе ты даже не выгляжешь настолько плохо его глаза метнулись кому к моим и на лице появилось вооружение приятного удивления ты правда так думаешь да светлячок мир не настолько наивен как ты ведь знаешь я серьезно он вежливо усмехнулся и раз с рассеянным видом почесал розе по голове и ты искренне веришь что при виде меня людям не разбежали в страхе ну я же все еще здесь уголки его губ чуть чуть приподнялись превратились самодовольную ухмылку конечно все еще здесь просто тебя не было другого выхода черт ведь он прав мой тело буквально валялась парализованным по его постели когда мы впервые познакомились но я все считаю что ты слишком строг себе неужели тогда пиши меня чего не притворяясь тебя отличный слух посмотри на меня и отпиши что видишь на секунду мне показалось что он говорит снисходительно но в его взгляде удалось разглядеть только небольшую игривость м он выжидающе посмотрел на меня сияющими глазами ты высокий продолжай у тебя светлые волосы он ныгренно прищурился и дернул левым ухом что еще у тебя зеленая кожа и хвост в ответ раздался искренний смешок мне не было злобы но это еще не все не так ли он определенно ожидал что я скажу это напрямую ой ладно ты не выглядишь как человек и что с того он рассеянно хмыкнул как искал животного твоего ужасного облика нет дела в моем сердце неприятно кольнуло от его слов то с каким пассивным равнодушием он тебя вел каким-то образом делала ситуацию еще хуже майкл ты не кто-то прервал меня потянув за шнурок моего ботинка chicken 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 у моих ног оказалась светлая коричневая курочка сидя с синизу своими глазками бусинками это было сани которая захлопала на меня крылышками будто в ожидании а я думал ты понравишься давай возьми на руки бережно как я сделал с розе у меня возникли сомнения но стоило немедленно нагнуться как руки сами хватили сани за крылья она тоже начала гнездиться пока комфортно не устроилась под боком и не зарылась своим клювиком мне в руку в таком положении можно было чувствовать даже легкое шевеление перышек такая милая после моих воркований с курочками вместе еще пах и по кудах то ли он от такой идиллии взгляд майкл заметно смягчился по кудах то ли тоже chicken или ты петух ахаха ты петух что ж м это помогло я имею ввиду приободрить тебя а так вот для чего ты все это затеял в груди стало как-то тепло когда он посмотрел на меня с курицей на руках и беспокоиться на лице после всего этого я думаю я в ту игру еще зашел потому что на самом деле я ждал немножко другого учитывает что тут блин не знаю не знаю чего я ждал тут игры но не такого мне кажется ждал но я в принципе не то чтобы не доволен но хотя некоторые все-таки моменты все еще остаются открытыми некоторым это еще остаются открытыми немножко на совсем немножко мы его за и грибов закатились и из губ слетел смешок ладно мист очень даже вот так то лучше его гордо улыбка с было заразительной но не хватало силу не ответить ему тем же мы провели еще немного времени с курами глади их пока тяне насытятся майкл даже показал мне место где я любили принимать пылевые ванны небольшой участок сухой почвы усеянный маленькими ямками в форме куриц прямо под курятником когда девчонки устали от нас мы вместе наполнили их поилки водой отправились дальше девчонки эй дамочки пока бай-бай перед уходом майкл оставил их немного угощений и много угощений прямо из своего кармана только потом закрыл ворота возбужденная куда-то не дом дам за едой совсем стихло когда лишь мы вернулись к его хижину не захотелось есть на кровать а он присел на корточках возле камина из окна было видно как сон снаружи поднималась все выше возможно сейчас уже близится под полдень эй майкл он оторвался от огня и посмотрел на меня от нервов у меня забегали глаза и спотели ладони поэтому пришлось потерять руки чтобы успокоиться кажется сейчас самое последнее время чтобы попрощаться я не все на секунду моё лицо дрогнул мне удалось вернуть сам обладание он сделал так много чтобы подбодрить меня было бы невежливо уйти от него и плохом настроении мне придется смириться с тем что марсель никогда не вернется самое грустное в этой игре самое грустное что при марсель пропал думаю лучше если я сосредоточусь на том чтобы двигаться дальше он молчал так какое-то время засунув руки в карманы ну если ты так думаешь но тебе ведь не обязательно уходить прямо сейчас у нас еще много времени в запасе и есть несколько мест которые я хочу показать может немного пройдемся не нужно принять решение я испугался я испугался и я обещаю сразу же после этого тебя домой он сделал еще один шаг в мою сторону пожалуйста светлячок не хотелось это уговорить но выглядел он отчаявшимся ладно ладно я пойду с тобой на улице словно гиггерлянда засияла радость прекрасно тогда я побегу собирать наши вещи он исчез на кухне а затем вернулся с рюкзаком в одной руке и сумкой в другой проходя во входной дверью попутно передал мне мой рюкзак совершенно вылетел из головы что он вообще у меня был после беглого осмотра мне удалось обнаружить моем кошачьи в нем кошачьи лакомства шайник сломанный компас и мой телефон к сожалению полностью разряженный тем не менее на одну причину для беспокойства вдруг стало меньше при повторном осмотре в руки мне попались пустая бутылка из-под воды мы проверь эффектурно нахурились от всплывшего вспоминания но ведь майкл скажу что воды у меня с собой не было или что-то путаю у тебя все готовы а ты пошел по руку а ты снарядился бы ты чё ты с вас ушел куда ты собрался дружище охотник блин выходит на охоту мы глаза перетянулись на майкл и удивленно застыли на большом арбалете у него руках он проследил за моим взглядом с нервной улыбкой просто пожал плечами как будто вы застукали с чем-то с чего он них не должен не должен был показывать парень быстро пристегнул оружие на спине и скрыл его из виду не волнуйся не собираюсь его использовать без необходимости надеюсь на это мой тревожный тон вызвал унес мешок думаешь я пущу тебя в лес не гарантировав твоей безопасности я и пообещал проведи тебя до дома так что это просто дополнительная мера предосторожности а тебе не кажется немного перебарщиваешь лучше перестраховаться чем потом сожалеть светлячок в чем-то он прав да ему как не как кому как не майклу хорошо знать в этот лес эти опасности которые не будем вскрытым я вновь осматриваю его и замечаю что он сменил свой безразмерный кардиган на что-то более подходящее для улицы и видимо заметил мой взгляд и его плечи напряглись а по лицу разлился румянец и и так не параллельно он открыл двери и жестом руки махнул мне на выход стоило мне казаться снаружи как мое внимание на себя забрал передний дворик на вид он показался мне каким-то не показался мне каким-то особенным даже наоборот выглядел довольно простым забросшим деревьями и листвой только тропинки из грязи и примятой травы давали мне представление о моих маршрутах которыми ходил майкл созданная им паутина из дорог тянулась во всех направлениях входной двери если подумать любой проходящий мимо смог бы заметить его хижин стоит только достаточно внимательно прищуриться и сквозь лесную чащу думаю майкл был прав насчет того что уже много лет никто не заходил в эту местность мои уши ловили щелчок закрывающегося замка затем парень стал рядом со мной прежде чем отправлялись путином вернулся в мою сторону и широкую улыбку чтобы убедить что я нахожусь позади него конечно мне оставались сомнения на его настрой придал неуверенности пока мы шли было тихо не читая звуков природы вокруг вокруг нас погода стояла явно ясно и теплая солнце бросало красивые лучи сквозь просветы в деревьях стоит признать что атмосфера была довольно приятной но птичьи от трейли шелест листьев не навели на плохие воспоминания вчерашний день был отвратительным чувство потерянности усталости и голоду душили меня тогда мне казалось что я вовсе не выживу мой зад был прикован к спине майкла шедшего впереди парень почти не обращал внимание на свое окружение ну мне кажется наша последняя прогулка по лесу учитывая каким образом нас буквально буквально заставили делать это решение хотя у меня по идее был выбор был выбор но что-то я на своем пути видимо сделал не так и выбор у нас не осталось совершенно его ухо время от времени поворачивалась мою сторону в целом оказался казался уверен в том куда мы идем то что майкл был моим проводником домой определенно был отличной гарантией безопасности моя благодарность к нему неизменно росла еще с тех пор как он спас меня впервые вдохнув и стряхнув в себя негативные чувства я избавляя темпа иду наслаждаясь летежим воздухом внутри возникает желание поговорить после долгого умолчания я равняюсь своим спутником прежде чем завязать диалог довольно полезное занятие ну старая добрая прогулка на природе кашлянув кулак я немного смущаюсь просто я бываю на улице не так часто майкл ласково улыбнулся тогда я рад что позвал тебя чувствую себя иначе когда знаешь куда идешь а куда мы собственно идем почувствовать почувствовав нервозность он рассмеялся не беспокойся мы почти на месте и в этот момент мы мои глаза различили предусмотреть собой то самое место следующего до того как майкл сказал что мы пришли далеке виднелась полян на которой как-то редко росли деревья меня захотел дыхание чем дальше мы шли тем заметнее трава начнула покрываться цветами нежные бутоны которых покачивались тут и там на ветру к нам подошли ближе у меня отвисла челюсть майкл спокойно наблюдал за моей реакции его глазах пометнуло понимание это было изумительно уединенный маленький цветочный лук освещенные лучами света создавал пейзаж похоже на страницу из забытой сказки бабочки порхали парами а их крылья трепетали и дополняли сюрреалистическую то же время чарующую атмосферу этого места майкл позволил мне еще немного по поглазеть прежде чем парик пройти вперед вернуться ко мне лицом и и сесть отдохнуть на траве он снял свою сумку и положил ее рядом с собой вместе с арбалетом моргнув и выйдя из зацепенения я подхожу к нему я развернувшись к поляне пытаюсь впитать себя все до больших деталей прежде чем плюкнуться рядом и так что думаешь красиво не так ли я молча кивая прежде чем наконец посмотреть посмотреть на него как только мы встретились за глазами устремленные на меня взгляд парня смягчился к нам быстро приблизилась бабочка заставить меня инстинктивно вздрогнуть он вычел палец и мягко хлопая крыльями насекомая приземлилась прямо на него с нервностью глазах майкл улыбнулся изящной крохи прежде чем протянуть ее мне тебе нравится бабочка рицу ну как как сказать ну как сказать ну они прикольные конечно не то что прям я фанат бабочек конечно но в целом они такие знаете приятные существа ну ничего тогда нормальные бабочки майкл кивнул и покачал пальцем чтобы посмотреть как существо потрепещет крылышками я думаю они очаровательны их мета морфоз формоз метаморфоз он засеял возбужденно кивая метаморс мыщики надулись пытаясь держать смех майкл знал что договорился но все равно ухмыльнулся то самое слово это удивительно влада такой способностью перерождаться другое существо шанс выглядеть по-другому а ну да точно они же сначала изначально из этих из вырезают ну и узнаете кого они вылезают шанс выглядеть красиво я задумчиво смотрю ему в лицо прежде чем потянуть колени к себе думаю ты прав солнце уже было в зените воздух с каждой минуты становился теплее но лиственный навес нам нами обеспечил достаточно надежное укрытие от перегрева майкл сорвались цвет сорвал цветок свободной рукой вложил его в мою ладонь его хвост свободно обвился вокруг нас обоих и мои щеки покраснели что что за звук что такое шуршит опять он закрыл глаза и откинулся назад все еще держа бабочка в руке мы уши ловили мягкое урчание прежде чем до дошло что они она наносится с его стороны я почти хочу спросить его но не хочу портить момент мой зад опустился его руки а руки мягко покручивали цветок осторожно держа его за стебель этот подарок казался платоническим но также и романтичным интересно задумывался ли когда-нибудь майкл об отношениях он был одинок большая часть своей жизни вероятно рано или поздно ему должно было надоесть мое присутствие прежде чем мои размышления зашли дальше меня отвлекла бабочка с пальца майкла она спорхнула затем скрылась от солнечных лучей и улетела дальше в лес это напомнило мне о майку не поменя неправильно это потрясающее место но ничего если мы уйдем прямо сейчас он выпрямился перестав расслабленному суд улице почему мы только пришли я прикусываю губу колеблюсь ответом мне мне здесь нравится правда но я хочу вернуться домой майкл майкл внимательно посмотрелся в мое лицо рицу ты так сильно хочешь уйти от меня тут нет я просто мне нужно время чтобы париться от потери кота я понимаю это глупо и драматично но знаю что его не будет там дома когда вернусь туда я замолкаю с и с этим очередной укол вины и сожалению пронзает мою грудную клетку мне просто нужно совсем разобраться я чувствую как чья-то рука гладит меня по спине майкл медленно кивает глядя мне в глаза и нежно улыбаясь все в порядке я понимаю но может быть это место сможет помочь тебе с этим раз ты не идеальная полянка чтобы вздремнуть я выбрала специально тебя почему тебе не прилечь его слова заставили тебя покачнуться внезапный приступ сонливости и тяжелым грузом навалился на твои веки он был прав это идите нами отличное место чтобы вздремнуть да ты вообще так спешишь ты зеваешь ложат ложат на спину чтобы растянуться на траве тепло земли просачивалась пусть твою одежду бою тебя и дарую ощущение комфорта безопасности так-то лучше просто проведи еще немного времени со мной совсем чуточку пожалуйста о я могу показать тебе еще кое-что он полез свою сумку и вытащил деревянную шкатулку это называется калимба я медленно моргаю ясность возвращается когда я покачу головой чтобы вернуть концентрацию коробочка аккуратно помещалась в руках майкл взял ее также будто печатал на телефоне посередине в ней виднелось отверстие над которым треугольником располагались тонкие полоски металла что это такая за коробка были непонятно что она делает по его лицу расплылась горда ухмылка сейчас покажу он начал дергать металлические зубцы каждое движение его больших пальцев вызывал нежный звон мелодия была незнакомой возможно самым сочинил не осталось ли закрыть глаза и насладиться звучанием со стороны майкла раздался тихий спешок пока он продолжал играть расслабься слушай столько сколько захочешь светлячок так протяло несколько минут под музыкальным сопровождением и загорали над солнышком две кошки воскресным днем должно быть меня охватила дрема потому что следующем что я помню был толчок плечом удобно он тихо рассмеялся от того что не хотелось вставать ну если хочешь остаться мои глаза распахнулись а тело дернулась в сиящее положение майкл уставился на меня на его кольнях лежала калимба в руках было не был незаконченный венок с незабудками что я в страхе в голову и хлопаю себя по щекам сейчас не время для сна я просто не все еще нужно все в порядке он перебил меня тяжело вздохнув я надеялся что неважно он похлопал меня по плечу не натянута улыбнулся спасибо за то все время что мы провели вместе может как-нибудь повторим это если вообще когда-нибудь увижу тебя снова давай-ка отведем тебя домой точно домой в этот раз точно отведем меня домой он перекатился ноги на ноги и встал от реховой грязи поправляя свою сумку вперед мы забрали свои вещи снова отправились в неизвестность он по крайней мере для меня здесь не знаю здесь все незнакомы у майкла же казалось карта этого места была выжжена носить на сетчатке кажется все еще спишь на ходу давай остановимся освежимся хорошо мы отошли чуть дальше от поляны на улице на реку по сравнению с остальной частью этого маршрута в котором мы шли здесь местность была значительно затенена густым пологом листьев над нами текущий поток воды выглядел заманчиво и мне пришлось отпуститься на колени чтобы утолить жажду пока майкл бездельничал рядом у берега ладони нетерпеливо окунулись в реку и наконец-то жидкость коснулась моего лица на вода освежила по своей холод прохлады и помогла остудить мы разгоряченную после полуденного солнца кожу вынув руки из воды я замечаю как майкл стоящий за спиной рассматривает мое отражение задумчиво улыбаясь он вздрогнул когда наши взгляды перед встретились его радужки метнулись в сторону вместо этого сфокусировались на собственном силуэте выражение у лица тут же изменилось уши прижались его лицо искать 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 гримаса от губы недовольны скривились стоило ему только увидеть себя к его взгляд наполниться невиданным но и ранее презрением зачились и зачились так можете сказать что не такой уж страшный майкл отступил скрываясь под тенью дерева затем вовсе прислонился к нему скрестив руки на груди он даже не заметил что за ним наблюдали я вытира руку о рубашку и подхожу к нему ты все он был уже собрался уйти но не удалось переградить ему путь голова парня вопросительно наклонилась и он посмотрел на меня удивленным взглядом но из меня не вылетело из слова я принцип не тот человек который все может высказать свое мнение напрямую больше часа своей жизни приходилось держать все в себе и плыть по течению но никто не должен смотреть на себя с таким отвращением эй ты знаешь что ты не мне нужно сказать ему правду ты не монстр майкл мои слова заставили его врасплох чему ты это вообще слушает я вижу только ты смотришь на себя говоришь себе все это неправда скажу тебе еще раз ты больше чем твоя внешность не знаешь что подвигло меня к этому все просто произошло само собой мои руки протянулись к его и жали их между нами зрачки парня моментально расширились от прикосновения мне потребовалось провести с тобой всего один день чтобы понять ты самый замечательный человек который мне когда-либо посчастливилось встретиться он словно поперкнулся я по сравнению с тобой я просто никто это не заткнись и слушай он тут закрыл рот словно звучит на щелкнув зубами я стою сейчас здесь только потому что спас мне жизнь ты проявил ко мне невероятную заботу ведь а ведь мы были друг другу незнакомцами это уже доказывает что не такой монстр к ним себя считаешь ты очаровательный ты умный ты милый тебе кроется еще миллион чудесных качеств на ты не монстром я останавливаюсь на секунду чтобы прийти в себя и понижая голос ты выглядишь иначе майкл но знаешь что ее многочисленные глаза уставились на мои уши прижались словно опасаясь слышать нечто ужасное это делает тебя еще более прекрасным у него перекутило дыхание довольно ощутимо он взял с вами дрожащими пальцами мои руки и казалось будто забыл как дышать спустя какое-то время не вспотели ладони это окончательно меня смутило и мне пришлось резко отстраниться затем почесывая шею неловко уставиться в сторону казалось вся кровь из тела привела прямо к лицу можно было окунуться с головой в реку и от меня пошел бы пар прости что это был так внезапно мне показалось что было как-то неправильно промолчать надеюсь ты поймешь между нами повисло неловкое молчание ам в любом случае с его стороны донеслось неразборчиво разборчиво бормотание я не могу тебя отпустить чего я сказал ты не можешь уйти я имею ввиду не без вкота верно мы брови нахвурились бесполезно продолжать поиски майкл как ты сказал с моей стороны было довольно глупо просто бродить по лесу на место его найти какой-то чисто случайности он промолчал жав кулаки но я не пытался я не пытался искать я ведь знаю этот лес как никто другой я мог попробовать найти его но тогда тогда тебе пока что придется остаться здесь майкл спасибо каждое предложение на я правда не могу здесь больше задерживаться у меня есть работа и обязанности и ты шипишь от боли внезапная мигрень прикрывает перекрывается твои чувства тебе очень плохо желудок будто скручивается в узел кажется что мир вокруг тебя плывет и искривляется две ноги подкашиваются от слабости твой тело загибается пытаясь сопротивляться рвотным позывом вот так майкл подхватывать а прежде чем дать свалиться бессил на землю твоя голова ложится ему на плечо и он нежно прижимает тебя к себе и ты выглядишь неважно пока что ты говорю тебя двоится в глазах его слова сливаются в одно не заборчивое месиво ты в порядке хочет быть ответ на себя домой да пожалуйста хорошо без проблем просто просто держись доверься мне страшно не жаль не так жаль ты не заслуживаешь этого если бы только мог хотя бы еще один денек с тобой я был бы самым счастливым человеком на свете вот мы на месте дай-ка уложим тебя только надо бы сменить твою одежду нельзя же спать в одном и том же еще одну ночь ты ведь не против да вот закончилась демо версия второго дня вот так вот резко просто блин да я забыл сказать что демо демо версия так скажем это еще не полноценная игра это все лишь там там пару деньков да так резко закончилось все так резко все закончилось пипец ну что ж так или иначе то я так понимаю это было знать такая более нейтральная концовка где мы так скажем подружили с этим человечком зеленым что если что если немножко по-другому попробовать пройти так сказать знаете все таки у нас были варианты ответов по мере прохождения игры посмотрим что будет если выбрать например что-нибудь другое так самом начале например можно загрузить и проверить так просто лежать допустим вариант это же самое получается так хорошо сейчас я я разберусь но может быть останешься на ужин так он посмотрел на место нежды в глазах опустив свои уши тебя будет гложить вина если сейчас откажешь нет я не хочу оставаться на ужин до свидания до свидания но я игнорирую мольбу в моей голове не желая менять свое решение туда сигма сигма странно как только мне удалось произнести эти слова слабые помехи затуманившие мои мысли мгновенно рассеялись на смену им пришла лишь острая необходимость вернуться домой майкл замолчал крепко жав мою руку сразу отпустив ее после я понимаю это твой выбор да это мой сигма я сам выбираю свои решения но ты действительно не можешь остаться так допустим сейчас допустим сейчас сейчас мы посмотрим допустим если это окей тогда ладно нет я хочу домой я хочу домой и в уши прижались к лицу он засмеялся пустым смехом исказив рот в кривой прям подобие улыбки конечно же конечно же ты будешь не против присесть и быстренько перекусить поесть хоть немного пожалуйста его руки крепко жались в руку лаки ежели тебе действительно пора да да майкл ставился на меня будто вы замыскивая что-то своим взглядом наконец обреченно вздохнул признав свое поражение ладно наверное не могу удерживать тебя дольше больше не могу позволь мне проводить тебя наружу он подвел меня к задней двери распахнул ее отступил в сторону чтобы дать не пройти парком пробежал холодный ветерок и напоследок не захотелось оглянуться на майкла спасибо еще раз за все он замолчал на какое-то мгновение глядя сквозь меня на деревья пожалуйста и быть осторожнее пути назад мне жаль что я больше ничем не смог тебе помочь но он был так добр ко мне странноватое прощание однако мою голову занимали только мысли о доме так что это чувство было быстро улетучилось мой взгляд был устремлен в лес но тени отбрасываемые лунным светом вызывали во мне беспокойство ты не мог показать мне дорогу майкл наконец посмотрел на меня затем на горизонт вкинув подбородком продолжаете в этом направлении ты наткнешься на тропу которая ведет приведет тебя прямиком домой до свидания и все я кочьей-то попрощавшись я разворачиваюсь пути слыша как позади он закрывает дверь на замок спустя мгновение одиночеством в меня закрали сомнения было ли принято мною решение верным но еще одна насущная мысль заставила меня двинуться с места я не хочу здесь оставаться мне нужно идти уже слишком поздно отступать нужно просто собраться с духом уйти отсюда время шло и затем деревья начали сливаться друг с другом в одну темную массу не должно быть страшно может беспокойно все оказалось таким правильным темнота кружившая меня лишь успокаивал унося в себя все тревоги мои ноги планируешься направлении на которой майкл недавно указал охотно понесли мое тело в кое-то конкретное место это место было особенно конечный пункт назначения тут поле заросшие грибами который с которым мне посчастливилось столкнуться ранее мне суждено было оказаться здесь это было предначертано судьбой я с легкостью ложусь в мокрую холодную грязь и закрываю глаза я просто был не в состоянии помочь к сожалению лес уже предъявил у тебя на тебя свои права светлячок жаль что не нашел тебя раньше спи спокойно лицу концовка один спокойный сон ну пипец вот так вот просто умерли в лесу блин кайф кайф ну принципе чего еще ожидать правильно так ну хорошо возвращаемся так я не ем мясо хорошо что я спросил спасибо за информацию также по пути видимо можем можем собрать другие варианты ответов если что который мы еще не видели да быстренько нарву овощей в саду и приготовлю тебе что-нибудь из этого он вышел через заднюю дверь с корзинки на удивление быстро вернулся улыбаясь по пути так он приготовит нам от удивления мне едва удалось содержать свой восторг это выглядело так вкусно только что поданный ароматный рис пышно выглядит выдавал выглядывал из подразноцветной груду овощей кто мог подумать что простое домашнее блюдо будет выглядеть так соблазнительно размер порции на тарелке казался много больше немного больше чем ожидалось он даже бы догадался что я умираю с голоду бы вкусняшка дома но все-таки я наверно предпочитаю пирог я предпочитаю пирог так на принципе дальше должно быть то же самое да ну когда мы обнаруживаю хвост психануть монстр и возрасте сузились заставив меня дернуться в ужасе нет-нет-нет пожалуйста ты монстр рицу мне удалось оттолкнуться ногой от стула уронив его с грохотом на пол и сделать рывок в гостиную он просто ужасен как мне вообще угоразило двери двери с такому существу мне нужно выбираться сейчас же подбежок самой дальней двери в комнате отчаянно дергу за дверную ручку где что это выход но не поддается лица пожалуйста бросив входную дверь выдвигая как ну возле кровати выпиваясь ногтями в подоконник однако но также закрыто школа практически не сдвигается когда мой пальцы пара чуть замок позди меня раздаются медленно и веситые шаги я разворачиваюсь вижу как она он осторожно стоит у края дверного проема подняв руки рит успокойся умоляю тебе про здание все объяснить держись меня подальше глаза бросилась корзина не при на прикроватной тумбе внутри который в свете камина блесели спицы опа ну-ка чего тут у нас взятие без лишних мыслей в руки руки в спешке не вывернули из пряжи а корзина полетела на пол такого резкого движения майкл слабо ходить все ближе мне пришлось сделать шаг назад прижав спицы к груди его глаза проширились когда он заметил что я держу и посмотри на меня лицу ты не хочешь это вот ты так так лишь ты поранишься опустили штуки атаковать его а он просто будешь цели слепой бросаюсь вперед такого он явно не ожидал потому что почти не дернулся когда мне удалось вонзить спицы прямо в его грудь всего губ слетел сдавленный звук прежде чем он рухнул на пол путь помутнев мерзкие глаза еще существа подергивались пытаясь найти меня в комнате лицу я не вижу тебя я лишь отшатываюсь назад мне трудно вздохнуть все в порядке знаю что меня слышишь как же это больно он сдал болезненный смешок знаешь я был так одинок с тобой я был так счастлив возможно поговорить с кем-то поужинать с кем-то тебе даже понравилась моя готовка я правда думал что с тобой все будет иначе неужели моя внешность так сильно тебя оттолкнула снова горько рассмеялся плюнув немного крови зачем я продолжаю себя обманывать это было моей судьбой самого начала крайней мере хотя бы одно желание исполнилось я не мру в одиночестве лицу тут он уже ушел прошу нет так холодно скажи ты здесь не знаю почему но бы по моим щекам потекли слезы он звучал так жалко мы и глаза отпустились на руки руки ранившие майкла неужели все это было ошибкой судорожный кашель вырыл у меня из раздумий я думаю что пора попрощаться лицу по воле леса я его последний вздох еще какое-то время разносился по пустой хижине пока глаза окончательно не застекли нели ноги подвели меня тело рухнул на колени руки все еще дрожали что я что же я я бы он я монстр пипец я монстр так а что если не братья и вот я стою совершенно безоружен меня будто приковало к полу а взор снова обратился к майку подходящему все ближе не могу оторвать взгляд от этих глаз таких вытянутых из-за паники хорошо выслушай меня все будет в порядке держись меня подальше чудовище почему ты так сильно ненавидишь может начнем все сначала я качаю головой 5 него еще дальше просто дай мне уйти я не хочу находиться рядом с тобой майкл прекратил приближаться затем жал руки по бокам кулаки ладно хорошо я отпущу тебя только теперь за что из меня вылетел крик это он обхватил меня своими руками в его хватке невозможно было пошевелиться что-то туго обвило мои ноги затем схватив меня рукой за подбородок он развернул моё сердце лицо к себе отстань от меня отпустили шум все пространство заполонил шум мое тело обмякло против воли а конечно будто бы стали тропичными когда он впился меня в своим взглядом его губы застыли маниакальной улыбки вот так светлячок я поймал тебя ты будешь порядке все будет хорошо конечно конечно все будет хорошо о чем вообще было волноваться для рядом с твой рядом твой самый дорогой близкий друг майкл надежный майкл безопасный майкл он был всем что тебе нужно правильно устраивайся поудобнее светлячок я хорошо тебе позабочусь обещаю раз ты не можешь быть со мной в сознании ты охотно готов притворяться если это поможет удержать тебя рядом твой имя рицу ты живешь иисуса своим лучшим другом майклом ты любишь майкла и он любит тебя у тебя никогда не было работы тебя никогда не было кота никто из вас никогда не покинет эти леса у тебя никогда не было дома в другом месте ты уже дома и светлячок поможешь сегодня с ужином конечно же да пойдем долго и счастлива пипец блин пипец блин вот так вот вот так вот против своей воли меня в плен взяли плен желание майкл на ужас также другие варианты когда когда он спрашивает про свою внешность русс мы сказали это симпатично что круто бутылит страниц научной фантастики это хорошо ага так хорошо это все горе горячо горячо ты не температуре сейчас вообще нет а он как растерялся но это все равно смутило его я пытаюсь сказать да никакой никакой особый особая реакция в линиприз не произошло так но в конце когда собственно нужно брать решение видимо видимо и решение пока что никакого нет потому что потому что концовок всего плохих вроде 3 которые мы как раз таки параш получили я думаю что будет концовка вот именно здесь выборить другое выбрать но нет все другие выборы негативные которые выбираются до этого делаются до этого они идут плохим концовкам то есть там где мы убиваем его где мы убегаем оттуда или нас берут в плен собственно такая вот игра получилась такая вот получилась игра довольно на самом деле прикольная знаете такая милая знает симпатичная игра приятная очень приятная картина где достаточно иллюстрации и так далее и все таки концовки тоже есть как же без концовок как же без этих концовок правда что случилось с котом так до сих пор непонятно но все-таки это демо версия правильно поэтому я так думаю что будет продолжение той концовки которая была здесь в демке этой где нас носят домой хотя какой дом нас относится непонятно не поможет быть вообще по-другому будет все с этим майклом но это уже будет в будущем это уже будет будущем когда эта игра собственно выйдет когда эта игра выйдет когда она выйдет мы с вами узнаем когда-нибудь вот ну а пока что я думаю на этом мы с вами попрощаемся на этом закончено если понравилась эта игра понравилось мое прохождение мое видео очень надеюсь и также перед окончанием напоминаю о том что в описании можете найти мы социальные сети также можно поддержать меня донатом если вам интересно если вы щедрый человек что вам спасибо и в принципе спасибо еще раз за просмотр подписывайтесь на впервые ставьте лайк если понравилось это видео оставляйте комментарии обязательно пишите пишите свои мысли вот и до скорых всем встреч и пока